Следующая тема, где нас будут критиковать, вот сейчас, это дороги. К этому надо быть готовым. Основательно подготовиться к дорожному ремонту призвал подрядчиков Рустам Миниханов. На некоторых улицах Казани ремонтные работы уже начались. На Булаке, например, на этой неделе сняли верхний слой асфальта. А на улице Несмелого даже успели постелить новое покрытие. Общая протяженность дорог, где будет проведен ремонт, составит около 80 километров. В основном это маршруты, по которым будут передвигаться участники Футбольного Кубка Конфедераций. Там, где надо временно подлатать, подремонтировать, много жалоб людей будет в связи с дорогами. Ну и серьезно подготовиться к летному сезону. У нас очень большая программа, как и по федеральным, и по нашим. Ждут не дождутся начала весенних работ и труженики сельского хозяйства. Массово выйти на поля пока не позволяет холодная погода. Первым делом предстоит провести подкормку озимых культур. Для этого будет задействовано в том числе и 30 самолетов. Своевременная подкормка очень важна, в первую очередь для озимых культур. Для поддержки им нужно питание. Чем раньше оно поступит, тем лучше. Поэтому мы все усилия будем направлять именно на эту работу. А вот усилия строителей были на этой неделе направлены на сдачу проблемных домов. В жилом комплексе Салават-Купере ключи от квартир получили 255 семей. Кроме того, Минстрой сообщил о том, что введен в эксплуатацию дом в жилом комплексе «Золотая середина». Этого события несколько лет ждали 390 дольщиков. Я благодарю и администрацию Казани, сотрудников Министерства строительства, госстроенадзора, муниципальной комиссии. По остальным объектам работа продолжается. Всего по республике в этом году уже введено почти 750 тысяч квадратных метров жилья. Треть от общегодового плана. Андрей Шульгарус, Темзель Лиев, телеканал Эфир.